Согласно расчетам министерства, окончание проекта может обойтись в 20-24 миллиона евро. Точная сумма будет известна после окончания закупочной процедуры. Договор будет предусматривать строительство временного покрытия, проведение дополнительного исследования и разработки технического решения, завершение санации, оплата юристов для защиты интересов государства. Напомню, санация гудронных прудов оказалась под угрозой срыва из-за разногласий между Государственной службой охраны среды и фирмой Сконто-Буве. Договор со Сконто-Буве был заключен в сентябре 2010 года и предусматривал финансирование в размере 28,5 миллионов евро. В 2014 году были утверждены изменения в договоре об увеличении этой суммы до 42,5 миллионов евро, так как из-за нетипичных химических свойств гудрона пришлось менять процесс санации. Но в мае этого года предприятие обратилось к правительству с просьбой о дополнительном финансировании, заявив, что завершение проекта находится под угрозой. Служба охраны среды выделять дополнительные средства отказалась, разорвала договор со Сконто-Буве и требовала, чтобы предприятие оставило место реализации проекта. С Сконто-Буве обратилась в суд. Проект должны были завершить осенью этого года, но теперь установлен новый срок — 2019 год. С этого учебного года в расписании уроков 157 школ появился новый предмет — компьютерная наука. Если пилотный проект себя оправдает, эти занятия станут обязательными. Раз в неделю первоклассники второй средней школы Токумса отправляются в большое здание, чтобы освоить компьютер. Впрочем, первые занятия прошли без компьютера. Дети учатся развивать логическое мышление. Самое трудное — приспособить сложные задания возможностям первоклассника. Мне приходится говорить так, чтобы им было понятно. Занятия факультативные. В этой школе пилотный проект компьютерной науки проходит только в первом классе. В других школах участвуют также четвертые и седьмые классы. В Аглоне на площади у Базилики открыли памятник, посвященный единственной королевской семье Балтов. Согласно легенде, 760 лет назад великий князь литовский Миндаугас женился на дочери хозяина Мадаланского замка Марти из Аглоне. История единственной королевской семьи в Балтии заинтересовала литовских и латвийских деятелей культуры. Марту и Миндаугаса короновали, то есть они единственные наши король и королева. На площади возле Аглонской базилики открыли и осветили бронзовый памятник высотой 3 метра. Образы Марты и Миндаугаса символизируют два балтийских народа, а маленький принц указывает на светлое будущее. Балты были последним языческим народом Европы. Заслуга Миндаугаса не только в объединении балтийских земель, но и в принятии христианства.